Мы с вами попали под грибной дождь в центре Варны. Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас не в настроении, кто сейчас в депрессии. Я напоминаю вам, что мы сейчас переживаем все-таки лучшее время в году, когда самый долгий световой день дает и время, и возможности, и даже физиологические силы для того, чтобы свершать, и для того, чтобы радоваться жизни. А если вы не радуетесь жизни сейчас, на макушке года, на макушке лета, то скажите мне, как же вы собираетесь переживать ноябрь, например, или конец октября. Ну вот я думаю, что вас такой тезис должен разбудить и заставить вас все-таки выбраться из пучины грусти. Ну это первое. А второе, напоминаю вам, друзья, что почти до самого конца июня, на 25 числа, мы с вами еще живем под ретроградной Венерой. Она началась, она стала, вернее, в этот обратный ретроградный путь 13 мая. Часть периода уже позади, за плечами. Вы можете, кстати, уже сделать какие-то выводы, проанализировать, что лично вам принесла ретроградная Венера в этот раз. А если вы пока не знаете, к чему готовиться, то вспомните осень 2018 года. В прошлый раз ретроградная Венера была в октябре и в ноябре 2018 года. Вот что с вами происходило, ну или наоборот, не случилось тогда, примерно похожие вещи могут происходить и теперь. Или похожие переживания к вам придут. Вообще ретроградная Венера – это серьезно. Уже хотя бы потому, что она бывает раз в полтора года. Это вам не Меркурий, который туда-сюда мечется, три раза в год ретроградный, за ним и не следишь. Венера приходит всегда, знаете, когда надо и всегда с чем-то. Иногда что-то вообще сильно лишнее, сильно большое несет. Что происходит под ретроградной Венерой? Вообще, на самом деле, под любой ретроградной планетой, Ну, мы сейчас про нее говорим, про эту властительницу, так сказать, сердец наших и любовных чаяний. Венера ретроградная заставляет вас ощутить, что вы в тупике и дает возможность выбраться, выехать из тупика. Развернуться или включить заднюю скорость. В общем, кое-как развернуть оглоблю. Вот, отличное мне пришло выражение. Ретроградная Венера вам говорит, а поворачивайте-ка вы оглобли отсюда, друзья. Поэтому, конечно, что-то принципиально новое затевать, ну, как-то не принято в это время. Потому что сначала надо, ну, вот, прекратить двигаться в идейно неправильном направлении. Речь здесь может идти про очень разное. Вообще, по традиции считается, что Венера заправляет любовью в первую очередь. Поэтому будьте внимательны, слушайте подсказки, сигналы вот на романтическую тему от нее. Самое частое и самое, по-моему, безболезненное простое – это когда у вас будут заканчиваться отношения. Любовные такие, свеженькие, которые едва только начались. И вот сейчас раз и все, перестали вы созваниваться, встречаться. Ну и хорошо, порадуйтесь, потому что это значит, что, ну, скорее всего, вы вступили над какой-то тупиковый путь с таким же тупиковым человеком. Если вы больше всего любите деньги, то будьте внимательны к денежным делам. Потому что там возможности Венеры тоже велики. Там тоже носиком она куда-то ткнет. Если у вас какая-то вот едва наметившаяся сделка, например, сорвет с квартиры, не продастся или там что-то еще, то это тоже хорошо. Это значит, что в каком-то смысле неправильное решение бы вы приняли. Сейчас вот так случалось, что у вас есть возможность отказаться, не поставить где-то подпись, не заплатить где-то деньги. Ну и, в общем, благополучно об этом забыть. Поэтому каких-то общих универсальных рекомендаций, как всего и вся избежать, тут нету. Но могу сказать только, что будьте внимательны. Каждый день, знаете, повесьте себе... Нет, запишите в ежедневник, что ретроградная Венера, внимание, красным маркером. Скажу всю правду. Ну, насколько мне позволят совесть и воспитание. Вот, наконец-то, я с вами картами добралась и до Водолея. Посмотрим, что ждёт. Какая жизнь будет у вас, дорогие Водолеи, в июне 2020 года. Это интересно. 12 домов гороскопа. Именно такую схему гадания я буду использовать для того, чтобы заглянуть в самые потайные уголки жизни Водолея. Расскажу всё, что увижу про работу, любовь, семейную жизнь, дальние дороги. Вообще, конечно, схема гадания вот такая, исчерпывающая. Это достаточно и необходимо. Этих 12 карт, этих 12 домов, чтобы узнать про всё. Я начинаю с работы и денег. Работа, деньги и Водолей. Ну что ж, здесь как-то всё неприлично хорошо. Неприлично. Я даже боюсь начинать, потому что, посмотрите, на работу Водолеи упадают аж два туза. Вот два лучших туза. Туза много обещающих есть в колоде Таро, туз Пентакли, туз Кубков. На работе очень большой подарок вас ждёт в профессии, в работе, в бизнесе. Очень-очень большой дважды подарок, потому что здесь есть и чудо, которое несёт туз Кубков, и есть ещё и наречие, да, наречие надолго, которое несёт туз Пентакли. То есть это возможность, ну это лучшая комбинация из всей колоды, которая может вообще когда-то образоваться. Это редкая пара. То есть вас ждёт новая, очень хорошая работа, если вы в поиске. Вас ждут новые, очень крупные и очень хорошие перемены, если на работе текущей. То есть это назначение на должность, это какой-то проект большой. Соответственно, очень большие, очень большая разница по заработкам получается. Ждите подарков. Вот в этой сфере профессиональной и деловой. Старшие арканы. Две такие крупные карты в доме денег. То есть ваши заработки, очень поменяются заработки. Но мы уже поняли, что в лучшую сторону. И настолько в лучшую, что это даже немножко вас, ну знаете, искусит, что ли, собьёт с пути истинного. Вот настолько поменяется картина финансовая в вашей жизни, что это, ну создаст большую несвободу. А вообще-то большие деньги, это большая несвобода и есть. Ну это все знают, я надеюсь. Очень, очень. Все, что касается вот этих серьезных взрослых денежных дел. Как-то это все очень ответственно, потому что мы продолжаем про карьеру. Много ответственности, новая ответственность карьерная несвобода. Ну даже почти что жертвенности вам достаются. И долгий, долгий и очень правильный путь. Есть возможность найти себя именно в профессии, в карьере. Очень большой карьерный рост карты вам обещают. Ну неизбежность с обременениями. То есть будет ли вам страшно? Нет, вряд ли. Водолеям не бывает страшно. Но вы почувствуете весь этот груз. Знаете, вдруг назначили вас президентом вашего, президентом банка или директором банка, или президентом какой-то финансовой группы. И вы, конечно, осознаете, что теперь вы себе не принадлежите, потому что статус обязывает, потому что за такую зарплату уже совсем по-другому нужно жить. Не только работать, но и жить буквально. Если у вас какие-то очень серьезные планы финансовые купить или вложить деньги, на этот месяц, то сохраняйте их лучше в виде планов. Сейчас это технически невозможно. Видите, говорят, карты. Например, серьезный денежный проект, особенно если он долгосрочный, если вы хотите вложить, вложиться. Если вы хотите вложить, то пойти что-то делать и купить, может быть, даже. Большая покупка здесь может быть. Пока это технически невозможно. Но от этого точно не надо отказываться. Это все равно нужно к этому идти. Если не получается пока у вас купить, например, квартиру, то считайте, что это хорошо. Значит, у вас есть время подкопить и купить попозже лучше. Да, неожиданно среди зодиака, среди знаков зодиака, вот водолеи пока в абсолютных фаворитах. С большим отрывом вы идете по вопросам работы. А все остальное мы еще не видели. Я поэтому пока про работу говорю. Контакты. Контакты и дружеские связи не поменяются. То есть у вас в целом будут... Хотя нет, почему же? Может быть такое. Не поменяются, я имею в виду внезапных перемен, вследствие конфликтов нет. А группа общения может поменяться из-за того, что вы куда-то перемещаетесь. Видите, как вот этот человек на карте. Вы куда-то уходите, меняете локацию. Соответственно, меняются люди вокруг вас. Но в целом все равно карты эти очень непроблемные. И они описывают, в общем-то, наслаждение жизнью и наслаждение окружающими людьми, хотя бы сказать, миром. Но здесь мы про людей говорим. Издалека приходит... Ну, то есть со стороны приходит серьезная новость, опять же, про работу и про что-то такое, что всерьез и надолго входит в жизнь. Вам предстоит познакомиться с новым человеком, связанным каким-то образом, очень хорошо, по-хорошему с вашей профессией, с вашей работой, с вашей профессиональной жизнью, с вашим... Это новый друг, но такой, которого вы в разряд друзей-то не запишите. Он может вас просто чему-то учить. Вот, кстати, вот эти карты вместе, тем более в 11-м доме, могут описывать учителя. Не специального, не такого, который вот жаждет вас обучать, а это человек, который вы сами выберете для себя, для того, чтобы учиться у него. Сейчас мы живем в такое время, когда очень много можно учиться других людей в интернете, чему угодно, хорошему и плохому. Но здесь в данном случае идет речь о профессии. Вообще много-много раз в карты внимание в Аталии привлекают именно к профессии, к профессиональным вопросам, к вопросам, прям, вы знаете, даже к вопросам мастерства какого-то профессионального. То есть вы будете что-то очень хорошо, прямо блестяще делать. И продолжите учиться, чтобы не было предела совершенства. Дом и дальние дороги. Дом – это... Ну, ваши домашние дела будут просто процветать, просто процветать и очень быстро как-то продвигаться. Ремонты, обустройство дома, благополучие семьи, семейный бюджет, организация быта, досуга. Все это будет двигаться. Это не просто будет благополучно и хорошо, но это будет еще и продвигаться очень скорыми темпами. Это, знаете, вот мне в данном месте, в этом месте карта «Император». Карта «Император» напоминает вас. Ну вот, раз уж вас ждет намного больше заработок, совершенно новая какая-то сумасшедшая работа, то, конечно, вы броситесь и новые деньги, новые возможности приложить дома, поменять место жительства, условия жизни. Тут переезда нет, поэтому про место жительства, может быть, это я зря, но качество жизни у вас очень сильно поменяется, и качество жизни вашей семьи. Причем вы будете это делать очень быстро. И, знаете, так резко, неожиданно. Прекрасные карты, не минуты покоя, сумбур, такой счастливый сумбур, счастливая суета какая-то, может быть, домашняя. И про дальние дороги, если эта тема актуальна, в вашей жизни, вот именно дороги, вы хотите куда-то ехать и откуда-то возвращаться, ну или не возвращаться, то, скажу я вам, дороги, по крайней мере, случайные, внезапные, нету, а все... Но вы получите помощь, поддержку и сбудутся, то есть оправдаются ваши старания на эти темы. Вот если вы собираетесь куда-то ехать, да, или вы хотите учиться, сюда еще и учеба попадает, то можете рассчитывать на помощь и просить помощи, но при этом сами тоже не плашать. Очень достижимые цели у вас в смысле дорог, дороги достижимы и учеба достижима. Вас где-то ждут с распростертыми объятиями, готовы помочь, а вам осталось только, ну вот, последнее препятствие на месте разгрести вокруг себя. Но все... Это хорошие карты, может быть, они напрямую, прям дальнюю дорогу вам не обещают, но и не закрывают пути абсолютно. Любовь. Теперь, конечно, мы добрались до любви. Ага, вот видите, как сказал классик, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Вот, поскольку у вас так все хорошо на работу и на бизнес выпадает, и на профессию, то где-то должно и немножко убыть, любить даже. Любви особо такой гладко текущей, что ли, карты не обещают. Ну вот, например, посмотрите, вот ваш пятый дом, который прямо вот описывает ваши переживания романтические. Какие они будут? Ну, во-первых, вот пятерка кубков здесь есть, как даже карта печальная. Посмотрите, вот художник же здесь изобразил, плакающий из каких-то. Действительно, карта разочарования и депрессии. То есть чем-то ваше чувство любовное, романтическое вас разочарует. Вот разочаруетесь в человеке, который рядом, или, а может быть, и в себе. И, кроме того, вам придется столкнуться с чьей-то хитростью. А может быть, будете выхитрить сами. Но, как правило, в любви это так работает. Всё, чего вы добиваетесь хитростью, разворачивается и ударяет депрессией по вам же. То есть удовлетворение, вот эти вот хитрые ходы, они результат приносят, может быть, какой-то ситуативный, но удовлетворение и счастье никогда. Поэтому вот эти две карты, может быть, в Аталеи могут считать советом. Не хитрите, не пытайтесь тайными и нечистоплотными какими-то способами вызвать чувства, наколдовать или привлечь к себе внимание, потому что от этого, в общем, грустно будет только и вам. Если у вас вопрос касается текущих отношений, брак или просто роман, то вы останетесь вместе, вы не расстанетесь, но вы будете друг с другом неискренни и будете грустить. Если вас интересует новое знакомство, то будьте осторожны. Возможно, возможно, новые знакомые скоро вас быстро вас разочаруют, потому что, ну, например, со лжет. И вообще, любимый человек, вот он, партнерский дом, вообще, любимый человек, вот если вопрос июня для вас такой, как ко мне будет относиться, вот мой близкий, любимый человек, то, ну, довольно кризисная история. Вообще, любовная история складывается, вот с учетом вот этого треугольничка, любовная история складывается достаточно кризисная. Человек, близкий ваш, муж, жених, как вы его называете, зая, там, в общем, зая будет плохо, зая будет в кризисе, будет прям вот страдать рядом с вами, и очень будет сильно закрываться. Дайте человеку самому помучиться, отмучиться, не пытайтесь его выводить на какие-то откровенные разговоры, не нужно, там, залюбить, отвлечь, это все не получится, потому что он будет очень сильно переживать, ну, может быть, кризис прям в чувствах у человека наступает, абсолютный кризис, такой, когда нет, все, никак, и никак назад, но после этого расставание не исключено, очень даже возможно, не теперь, хотя, возможно, если вы вот такие страдания и такое недовольство вот близкого человека рассмотрите сейчас и сможете и сможете остаться в стороне или сможете, ну, как минимум, заметите, то расставание на будущее тогда избежите, тем, а про вас, вот он, ваш первый дом, про вас карты говорят, что, конечно, позиция в любви позиция в любви у вас может быть очень неоднозначная, то есть вы будете в любви очень сильно нуждаться, как буквально в опоре, вот, будете искать в любви точку опоры и может быть, даже сделаете это глупо и безрассудно, общий итог, который вы вы общий итог, который вы вынесете из месяца июня, то есть вы скажете, что, когда закончится июнь, вы скажете, что мне пришло много новостей, мне пришло много новостей и я и случилось в жизни много обновлений, то есть внутри себя вы очень намного нового решитесь, примите сообщение телеграммы судьбы и какой-то родится в вас новый энтузиазм, в основном он будет на дела, он пойдет на какие-то творческие прозрения, поэтому в итоге, конечно, месяц вас обрадует и выставит на многие педесталы, ну и вот центральная карта, независимая карта нашего расклада, это победа, триумф, много раз почувствуете себя победителем, но это и даже очевидно, почему, из-за чего, потому что видите, ну как минимум у вас на работе и в бизнесе так серьезно все состоится, как вы вот сейчас даже не мечтаете, не ждете, но это, конечно, повод жутко загордиться собой, тем более, что это все заметят, будете слышать аплодисменты и похвалы, спасибо.